Сегодня мы закинчиваем выучение ангибричных атак, приходом от остальных стейсов и тема проекции атаки на основе удобных федивных федивных рефекторов финансиоризации. Я уже вспоминал спочатку на первой лекции про то, что атаки на основе вертолюбуса, реализации удобных на потоковые шифры, на сегодня есть один из стандартных видов атак, до которых должен быть стейки от потоковых шифров. Увага до цих атак, десь на префекции новых руков было. Звернута, да, увага туда. На префекции каких-то? Ну любых. А, ну любых. Ну, это, ну, атаки, значит, на основе пяти бранатин. Там будет новый проект по рефекционализации. Ну, перша атака, по яку сегодня будем, так же, вспоминять, одна из них большая. В 93-х годах. Все работа Таймена, Бандер-Марди, и первого из Таймена Бандер-Марди, работа 93-го року, было показано, что в группу, когда есть фильтровальный генератор гамма, функция которого, фильтровальная функция, зависит от многих изменений. У таких генераторов есть заставить нести ким, даже после атак на основе, в пятибранных, або в домах, навіть, векторах эфекционализации, если только закон о формировании початкового стану линейно зависит от векторов и включения. А где-то в 2004 году, в том числе работа Бандер-Марди, где достаточно системно исследуются вопросы, связанные с истинностью синдромных потоковых эфекций до военных, в принципе, в разных оборотах. И, собственно, из этих эфекционов, фактически из этих эфекционов, есть еще несколько эфекционов. В этом направлении я показывал, что закон о формировании початкового стану генерального грамма, то есть эти эфекционы, которые ставят в соответствующую шифрованию, то вектором эфекционализации початкового стану. То есть этот закон должен быть генеральным. Ну и я вспоминал, конечно, в этой лекции, что, в самом деле, что эти эфекционы должны быть псевдовипадковой функцией. То есть если рассчитать это изображение, то есть это вектор эфекционализации С, это вектор эфекционализации. А как тут? Ну и это вековый вектор вложения Л1, а вековый вектор вложения Л2. Это закон о формировании початкового стану. Это просто семья видоправления. То есть семья видоправления. Параметры есть. Это параметры. Значит, аргументом, аргументом есть вектор эфекционализации. То есть для каждого ключа заданы деякие видоправления. Заданы деякие видоправления. ФК из ВН1, ВН. Ну, где ВН нужна станет. Я про это рассказал, а еще раз догадываю просто. Генератор, да? Потому что закон о формировании початкового стану, это семья видоправления, формированный ключами, а сами видоправления вложения в векторе фекционализации, вложения станет генератором. Вот это семья видоправления повинна быть, ну, и все за випадковой функцией. То есть ФК повинна поводить себя самым так, как просто випадковое и невозможно видоправление. Акційно же не в этом. В погляду супротивника, который имеет обмеченный ресурс. Вот. Вот. Эта семья ФК видоправления повинна быть не вредительной в статистическом, в будь-якому, то есть это разумный час, это понятный час. Вот. Значит, супер упаковывали, ну, так. Может, мы говорим, надеяли, может, мы уже. Але, значит, про це витомо зараз, да, то есть на проконсину мы выкрутим, да, не одразу ж, да, поступово таке, значит, сенс, как-то, да, сенс, что заполнить, да, и его вплину, да, стийкость, потоковых шефов, было поступово, я не знаю, уявлено, уявлено, поступово приходило про все, да, до фаховцев. А десь, все, в 90-е роки, и в 80-е роки, выкручивалися генераторы, да, потоповые шифры, ну, как правило, в військовых там застосованиях, у специальных застосований, ну, аппаратно побудованы, да, потоповые шифры, где, фактично, законно формирование был просто, да, просто таким, что записывался ключ, полицвектор, у накопичилищ, да, в, у, накопичилищ, регистр, и все, и все, и все, так было, закон формирование початковоста, то вектор инициализации записывался, когда копичилищ, а потом включили навпаки, там что-то такое простое произошло, с ними, ну, перемешивание, да, або прогручивался этот рейтинг, да, в первой технице, таким чином, что формировался початковый стан, который залезет инично, исключительно вектор инициализации, ну, а таки, которые сегодня будем обсуждать, будем изучать, в частности, они самая такого диплата дисциплино формирование такого стану и он фатальным чином впливает на стихи, генератор, когда братьяник мает самостоятельно в теории инфакторизации, а вот зная инфакторит. Ну, не случайно зная, на практике не знаю. Ещё я думаю, что до грамм, вырубленных инфактором, при том же самого ключи и рисных акторах, он мает не на двух галм, что вырублено, зафиксованно по щитковому стану, а он мает на вверх галм, эти отрывания при заданном ключе, в разных акторах организации. В таких генераторах можно проводить и атак. Ну и фактически линейность законов просто не пропустима. не пропустима в Украинске, не будет законно требования по щитковому стану, как будет выплывать с того, что сегодня вырастет. Без атак, она будет алгебраична. И она, как наипростейшим випадком, атак такого типа. Она будет в суд алгебраична. А дальше атака будет статистичной. И она будет не только загальнением, но и загальнением первого, в Украинске атака. Ну и, например, из этих вот атак будет демонстрировано, как можно перетворить, как можно говорить, а уже прояснять атаку иногда. Статистично. Так, она будет не просидеть все это. Давай, давай.